Ну что, продули? Нет, интересно, кому пришло в голову поставить на ворот этого Мюллера? Не Мюллера, а Миллера Ладно, ладно, не Миллера, какая разница, все равно шпион, он все шайбы нарочно пропустил, я видел, он нарочно пропустил все шайбы, я сам видел Явлинский шпион тоже, он американцам подыгрывает, я видел, он подыгрывает А зачем нам выигрывать? Может быть в перспективе выгоднее проиграть? Слушайте, Волошин, измерьте Явлинскому температуру, кажется он заболел, Греф, а вы что за щеку держитесь? Ну это же ваша идея, игра с финтами, а мне уже два зуба выбились С каких это пор мы зубы считаем? В общем так, ребята, остался третий период, проиграем, вылетим из восьмерки А наша историческая миссия это... Морду подставлять, наша историческая миссия, тьфу, они нам по морде клюшкой, а судьи хоть бы хны Вы знаете, как я не выбью Вевова, защитника Зюганова, да? Но в данном случае он прав, нас судят по двойным стандартам Такими подходами, Владимир Владимирович, играть бессмысленно, нас засудят, правильно я говорю, дядя Боря? А чё они нас всё время мочат и мочат, а? Может им надо и чё? Слышь, Миш, ты б сказал бы, да спросил А-а-а, спросил, а потом скажут, Касьянов в НХЛ хотел уйти Так, разрешите мне, товарищи, обо мне никто так не подумает Да? Логично, идите, Иванов Хорошо, только я не знаю, о чём говорить Мы хотим играть по честным правилам Без дискриминации и двойных стандартов Время пошло, 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 пошло Мистер Иванов Вы должны отбрасывать ваши коньки нафиг Please Thank you Когда я на воротах стоял, у нас таких счетов не было Мы и так не проигрывали Ну как можно шайбу пропустить, если она мимо тебя летит? Я вас спрошу Это правда, Виктор Степанович Правда, мимо вас ничего не пролетало У вас была в руке не ловушка, а настоящий капкан Не забыл А я вот об чём думаю Если наша белорусская команда с вами ещё когда-нибудь устретится, нам как быть-то? Опять по-братски проигрывать? Или по-братски выигрывать? Господин Гуш Господин Гуш Моя родина поручила мне узнать У вашей родины Нельзя ли нам забить вам гол? А что мы с этого будем иметь? С этого вы будете иметь Гол Оу, у вас хорошая русская логика, господин Иванов А теперь послушайте американскую логику В нашей стране правит закон По этому закону мы не можем с вами играть честно А что же это за закон такой? Это, господин Иванов Закон Веника Джексона Так отмените этого Веника Ха-ха-ха, хорошая мысль, господин Иванов А что мы с этого будем иметь, а? На входе обыскивают, это я понимаю Чтоб чего-нибудь не притащил А на выходе-то зачем обыскивать? А чтобы чего-нибудь не утащил Ну где? Где этот Иванов? Ну, что американцы? Они согласны договариваться Минут за десять успеем? Они согласны играть по честным правилам Без всяких там Веников и Джексонов На определенных условиях Что просят? Просят закрыть наши спортивные базы На Кубе и в Камране И хотят тренироваться на наших спортивных базах В Таджикистане и Узбекистане За один веник Джексона? Да чего же лечь? На Кубе лед давно растаял В Камране коньки на металлоломы Разворовали, клюзки с гнигой Трибуны на дрова разобраны Сетка от ворот, таджики, вообще рыбу лодят Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Пол Европы отдали А теперь это какой-то Кубинский сарай жалеет Хорошо, Иванов Идите и договаривайтесь Но нам нужны гарантии Владимир Владимирович Опять я? Ну, перерыв кончается Я ни минуты не отдохну Пусть разок Касьянов сходит Касьянов? Да? Ты наш разговор слышал? Не полностью, на 2%. Дуй к Бушу, только босиком. Ловчее будет. Please, sir. А, кумыс у вас нет, любезный? Нет. А, кончился. А мне говорили, что в Америке все есть. Есть. Все есть, а кумыс кончился. Да врет он все. Нет у них в Америке никакого кумысу и не было. Ему хозяин запрещает огорчать клиентов. Он и врет. Вы знаете, я американцев не люблю, но они умные люди. Если хозяин велел, врать можно, нужно и должно. Товарищ тренер, а может попробовать с американцами по-нашему, по-простому поговорить? Отключим на стадионе свет к чертовой матери и будем договариваться. Интересно, как это вы в Америке выключите свет? Ну что же у них в Америке рубильников нет? Да идите вы к американскому рубильнику, Анатолий Борисович. Где Касьянов? Сколько можно сидеть в гостях у Буша? Наша Родина интересуется вашей Родины. Во что нам обойдутся еще два-три гола в ваши ворота? Гол на гол не приходится. Если Россия вылетит из восьмерки, хорошо не будет никому. Мы должны остаться в Суперлиге. Какова цена вопроса? Цена вопроса? Разоружение? Например, мы играем в шлемах, а вы без. Окей? Если согласны, мы пропускаем гол. Нам нужно два гола. Окей, согласен. Но мы играем с клюшками, а вы без. Окей. Сравниваем счет и дальше играем по честным правилам. Без Веника и Джексона. Мы не можем вернуться домой без победы. И вы должны нам помочь. Потому что наша победа – это ваша победа. Владимир Владимирович, ну что вы так волнуетесь? Где наша не пропадала? Везде. Вы прекрасный переговорщик, господин Касьянов. Я уже почти хочу вам проиграть. Так в чем же тогда дело? Дело, господин Касьянов, в коньках. Вы что, хотите, чтобы мои коньки отдали? Ну, но это последнее условие. А в чем мы будем играть? А у вас есть эта знаменитая русская... Водка! Эм, ноу-ну, смекалка. Хлопцы, давайте сделаем тотализатор. А на шо? А на то, шо Россия проиграет. Ага. Да? И на что спорить будем? Да на российский газ. Ага. Если Россия проиграет, газ ваш. А если выиграет? Тогда ваш. Последние трусы отдаем. Это даже не разоружение. Это полная капитуляция. Никакой капитуляции, товарищ Шандыбин. Трусы – это форма, понимаете? А содержание в трусах. Здесь все, что вы просили. Но нам нужны гарантии. Мы вам отдаем пенниг Джексона. Как отдаёте? Обыкновенно. Отдаем. И всё. Теперь игра будет честной? Ха-ха. Безусловно. Нет уж. Я на всякий случай. Хоккеисты. Этими руками. Я только что уничтожил веник Джексона. Вот. Всё, что от него осталось. Вот так ему и надо. Ура! Ура, товарищи! Больше нас не будут разводить на двойных стандартах. Эм. Нет больше таких понятий. Айда на поле, ребята. Все помнят слова гимна. Конечно. Запевай. В суровый бой идёт ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей. Э! Что такое? Алло. Почему свет отключили? Кажется, Чубайс нашёл американский рубильник. Но в темноте-то мы точно выиграем. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ.